Читаю сказки. Народные, ненародные, разные для детей, для взрослых, подойдут для всех. Присоединяйтесь. Сказки от деда Пантелеймона. Сегодня охотник и его жена. Жил-был охотник, и было у него две собаки. Раз как-то бродил он с ними по лугам, по лесам, разыскивал дичи. Долго бродил, ничего не видал. А как стало дело к вечеру, набрел на такое диво. Горит пень, а в огне змея сидит. И говорит ему змея. Изыми, мужичок, меня из огня, из полымя. Я тебя счастливым сделаю. Будешь знать все, что на свете есть. И как зверь говорит, и что птица поет. Рад тебе помочь. Да как? Спрашивает змею охотник. Вложи. Только в огонь конец палки. Я по ней и вылезу. Охотник так и сделал. Выползла змея. Спасибо, мужичок. Будешь разуметь теперь, что всякая тварь говорит. Только никому про то не сказывай. А если скажешь, смертью помрешь. Опять охотник пошел искать дичь. Ходил, ходил. И пристигла его ночь темная. Домой далеко, подумал он. Останусь-ка здесь ночевать. Развел костер. Улегся возле вместе с собаками. И слышит, что собаки завели промеж себя разговор. И называют друг друга братом. Ну, брат, говорит одна. Ночуй ты с хозяином, а я домой побегу. Стану двор караулить. Не ровен час воры пожалуют. Ступай, брат, с Богом, отвечает другая. Поутру рано воротилась из дому собака. И говорит той, что в лесу ночевала. Здравствуй, брат. Здорово. Хорошо ли, ночь у вас прошла? А ничего, слава Богу. А тебе, брат, как дома поспалось? Ох, плохо. Прибежал я домой, а хозяйка говорит. Ах, черт, принес без хозяина. И бросила мне горелую корку хлеба. Я понюхал, понюхал, а есть не стал. Тут она схватила кочергу и, давай меня путчивать, все ребра пересчитала. А ночью, брат, приходили на двор воры, хотели к амбарам, да к летям подобраться. Так я такой лай поднял, так зло на них накинулся, что куда уж было думать о чужом добре. Только б самим уйти по добру, по здорову. Так всю ночь и провозился. Слышит охотник, что собака собаке сказывает и держит у себя на уме. Погоди, жена, приду домой уж, я тебе задам жару. Вот пришел в избу. Здорово, хозяйка. Здорово, хозяин. Приходила вчера домой собака? Приходила. Что ж, ты ее накормила? Накормила, родимый. Дала ей целую крынку молока и хлеба покрошила. Врешь, старая ведьма. Ты дала ей горелую корку да кочергой прибила. Жена повинилась и пристала к мужу. Скажи, да скажи, как ты про все узнал? Не могу, отвечает муж, неверно сказывать. Ну скажи, миленький, правослова не могу. Ну скажи, голубчик. Если скажу, так смертью помру. Ничего, только скажи, дружок. Что станешь с бабой-то делать? Хоть умри, да признайся. Ну, давай белую рубаху, говорит муж. Надел белую рубаху, лег в переднем углу под образа. Совсем умирать приготовился. И собирается рассказать хозяйке всю правду истинную. На ту пору вбежали в избу куры. А за ними петух. И стал гвоздить. То ту, то другую. А сам приговаривает. Вот я с вами разделаюсь. Ведь я не такой дурак, как наш хозяин. Что с одной женой не справится. У меня вас тридцать. И больше того. А захочу, до всех доберусь. Как услыхал эти речи охотник. Не захотел быть в дураках. Вскочил с лавки. И давай учить жену плеткою. Присмирела она. Полно приставать, да расспрашивать. Вот и сказке конец. Как в жизни. Присмирела. 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 Присмирела.